Здравствуйте! Сегодня у нас 25 февраля 2024 года. Харьков, я продолжаю свой видеодневник. У нас морозная погода, но солнечная, ясное, чистое небо, голубое. В общем, всё, можно сказать, хорошо. А если не брать в учёт то, что я всю ночь не спала, амиран заболел, очень сильно заболел. Вчера ещё у него начали лезть сопельки, кашель, температура. В общем, всё у него нос просто залит, как железобетоном. И я так понимаю, что в садике, это такой адаптационный у нас период, мы сейчас проходим, и в садике, по всей видимости, мы подцепили какой-то вирус, либо это такая адаптация, потому что в садик мы не ходили никогда, ходили только на занятия с логопедом, кто смотрел меня давно. А в общем, не выспалась. Очень вообще, ну все прекрасно понимают, что очень трудно смотреть, когда твой ребёнок болеет. Очень тяжело за этим наблюдать. Я попробую перейти через дорогу. Капельки закапывала, морскую воду закапывала, пыталась сделать всё так, чтобы легче переносился насморк. А ну, знаете, бывает по-разному. Но в этот раз вот он не может дышать, и всё, просто вот ребёнок задыхался. А я ничего не могла сделать. А ещё проснулся среди ночи, ну он и так плохо спал. Во-первых, ножки, наверное, крутила, ножками всё время дёргал, дёргал, дёргал каждую секунду. Проснулся среди ночи, начал сначала плакать, потом смеяться. Но я так понимаю, это в бреду. Пока я не дала лекарства от температуры, потом ещё немного поспал. В общем, ночка была ещё та, тяжело. А вчера у нас такое было. Значит, я пришла после работы, узнала, Валя говорит, он приболел. Я его сразу забрала к нам и положила на дневной сон у нас. Так он у Вали должен был остаться спать. В общем, я забрала его на дневной сон к нам. И такой звук взрыва вообще. Я подумала, ракета прилетела. Быстро накрываю... Да, я быстро накрываю амирана одеялом. Думаю, вдруг сейчас стёкла начнут сыпаться. И забегает Ромас и показывает мне, что прямо у нас под окнами три машины столкнулись просто в лепёшку. Вот так вот на ровном месте, в субботу, не знаю, что этому поспособствовало, на перекрёстке. Просто в лепёшку. А там хоть все живые остались? Ну, вроде, вроде да. Короче, так вот уже живёшь, да, и реагируешь на такие громкие звуки, как столкновения машины. Это же сразу... Вот представьте, они столкнулись, это... Громкие такие, баги. Да, ну вот как взрывы такие. И стёкла ж посыпались сразу. Ну, я ж думаю, 100% или ракета, или что-то прилетело. Ну, в общем, одни стрессы. Ну, ничего. Сегодня утром проснулся. Чуть-чуть не удалось даже пару ложек каши всунуть. Опять кучу лекарств надо покупать. Смотрите, на каких раритетах приезжают на парохолку. Барохольщики. Кто помнит такой мотоцикл? Я говорю, у нас барохолка, и люди приезжают на раритетных мотоциклах и машинах. Раньше, кстати, был мужчина, я не знаю, куда он делся. Помнишь, там вот где-то он жил возле Оксаны с Сашей? На машинах такие у него были машины антикварные, старые. Я не знаю, я его не вижу уже очень давно. Куда он делся? Может, он умер? Может, не знаю. Короче, он был коллекционер, я так понимаю, старинных автомобилей. Именно старинных. Да, машины были уникальные. Да, он, когда выезжал со двора, это было интересно посмотреть. Ты как переносишься на сто лет назад. Ну что, сегодня людей мне почему-то кажется меньше, чем вчера. Ну, обычно, в воскресенье всегда меньше людей. А что? Ну, не знаю, вот так вот сложилось. Это уже традиция такая. Традиция? Люди, да, в субботу приходят. Ну, наверное, потому что они ждут субботы, чтобы наконец-то сходить на барохолку. Это знаете, как такой маленький праздник себе устроить? Сходить, сходить, посмотреть. В любом случае, это отвлекает от повседневных забот. Конечно. И отвлекает, и культурное общение. Клуб по интересам. Я с тобой в корне не согласна. Нет, и культурное общение тоже, конечно. Ромас говорит, культурное общение. Слушай, здесь люди почти все с высшими образованиями, а некоторые по несколько высших образований. А кто-то вообще с ученой степенью. Таня, здесь в Венингре, солянка сборная. Да. Здесь все, эклектика. Эклектика, здесь говорит сборная солянка, эклектика. Хорошо, если абстрагироваться, то все-таки большинство людей, люди, просто так судьба у них сложилась, они попали на рынок. Но это люди с высшими образованиями. Я не об этом говорю. Я тебе говорю, что здесь можно и культурно пообщаться, и не только. Хорошо, согласна. Разные слои все-таки, прослойки общества здесь присутствуют. Согласна. Но их объединяет одно барахолка. Ой, уже падаю, спотыкаюсь и падаю. Тут лужи, как всегда. А, уже там? Ну да. Ну, мы же пока дошли, а он доехал. О, кто мне спрашивал? Ткани, полотенца. Недавно кто-то ко мне подходил и спрашивал, где ткани продаются. Здесь ткани продаются. Вот они, ткани продаются. Да. Здесь сразу как развилочка от барахолки, главный вход и развилочка. Здесь ткани продаются. И полотенца, и ковры, и платки, и покрывала. Очень много всего интересного. Просто недавно, совсем недавно, кто-то меня спрашивал, покажи, покажи. Я романса потеряла. Ну, на барахолку. Ну, не знаю, куда он пошел. Или он где-то сзади остался. Не знаю. Ой, вон он. Что-то еще добавить? Давай, это не ладенько. Конечно, 19-го, начало 20-го. Это сроконка немецкая. Надо еще тачанку выкатить. Тачанку. Тачанку выкатить? Тачанку, да. Тачанку бы сразу купили. В Киеве, помнишь, Максим, когда Максимки продавались тоже? Ну, это был макет с пулемета Максим. Какой макет? Был настоящий Максим. Ну, Ромас, они же берут настоящий. Да, все правильно. Они берут, допустим, пулемет Максим. Они с него там вырезают кусок, чтобы он был не в боеготовности. Но, естественно, что умельцы... Я имею в виду Максим натуральный. Да, настоящий, настоящий пулемет Максим, просто обезоруженный, обезвреженный. Ну, боек сбитый там, не знаю, что там. Но вообще, я думаю, что это можно привести, в принципе, человек рукастый, может его и подчиниться. И не раз, Максим, по-моему, я два раза. Ну, да, да. В Киеве на слете можно было раньше купить очень интересные вещи. Здравствуйте. Доброе привет. Собаки какие. Чернильничка. 59-й год. 59-й год. Да? Да. Чугунинка. Я люблю чугун. Я тоже. Вот видишь, они когда сейчас переделывают всех Сталиных. Это я вот говорила, когда прижизненные попадаются барельефы. Идеальное лицо. Оно полностью узнаваемое, да. А потом стали уже делать, немного рукопопить. А прижизненные портреты Сталина, фигуры, бюсты, барельефы попытаются крайне редко. Уничтожили все. Здравствуйте. У нас люди стоят на барахолке. Золотые. Добрые. Потому что только что встретила очень хорошего человека. И мы всегда даже обнимаемся. Море позитива. Вот так вот приходишь и море позитива. Положительных эмоций. Очень интересно. Очень интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Уговариваем. Пусть включат. Какая пепельничка. Цена 5 рублей 60 копеек. Может, это просто лоточек. Может, не пепельничка. Нет, наверное, не пепельничка. Это я уже тарелочки какие-то кузнецовские. Чернильничка какая. Ленинград. Ой, а там такая куколка красивая. Саша, ты еще ярика себе помощники не завербовал. Пупсик. Кукла немецкая, вон, дорогая. Я увидела. Вы имеете в виду вот это? Да. 5 тысяч это. Красота. зеркальная струя харьковская. Это все будянские тарелки. Вот я рассказывала недавно. Завод ликвидировали, а тарелочки будянские живы по сей день. Это все Буды. Красота такая. Карлаза красивая. Немецкая. Вот это тоже Буды. Солдатом. Поднимать не буду, я думаю, вам видно. Газпром. Солдат. Киноконцертный зал. Ну и все такие символы Харькова на одной тарелочке. Там написано так роки с дня 40 роки в дня вызвала меня Харькова. Какие каски старые. Я тут уже залезла и не могу остановиться. Сколько всего интересного. Видите, что можно найти здесь. Такая красивая бутылка какая. Бутылка. Очень хорошая. И в 10, и в 1, и в 2. Мы посетим. 100 рублей в год. И все. Давай, почем коричневый. Красота. Здравствуйте. Какие у вас ложки. Такое впечатление, что их только что произвели. Это же надо в таком состоянии. На танке смена была. И пришлось работать. А у вас штанов на помощи нет? Рабочек. Смотрите, какая троянда красивая. И вилки, и ложки. И раздаточные. Так. Сервировочные. 6. 6. 6. Чайные, кофейные. Вот троянда, она такая огромная. Столовые ложки просто огромные. Здесь кофейные, как чайные у других производителей. 3, 4, 5, 6. Приятно есть. Димя. Вот еще одна. Смотрите, какие огромные ложки. Красота. Это каждый день кушать. Сейчас мы живем одним днем. Надо, смотрите, какая ложка. Так вот сразу солянку или борщ. Такой ложечкой. Красота. Чтобы вы понимали, я сейчас просто покажу для сравнения другую ложку. Какого ложка, вот все знают эту ложку, такого она размера. И какого и это. Она просто гигантская. Вы это видите? Красота. Я думаю, что надо их вытащить. Так, уже сижу. На солнышке, конечно, пока тем более работало, как-то более-менее тепло. А вообще так прохладненько. Прохладненько, потому что мороз. Сейчас такое у меня случилось, конечно, и радостное, и грустное событие. Два в одном. С чего начать? С хорошей новости. Мне подписчица принесла грибы. Я на стриме, помните, рассказывала о супе с белых грибов, о борще с белыми грибами. Если найду, то будет у меня праздник. Так вот, она принесла сушеные грибы. Здесь еще в подосиновике, если я не ошибаюсь, белые грибы и баночка маслят для ромаза на день рождения. Представляете? Вот такой вот сюрприз. Я не ожидала. Я говорю, так неожиданно вообще. Не ожидала, что грибы принесут. Ну и, конечно, рассказала то, что она живет там, где мои родители сейчас живут, где я родилась, на том районе Харькове. Там тоже протекает вот река, которую я вам показывала, только получается туда она уже вниз спускается. И... В общем, картина печальная. Утки. Осталось всего два селезня, и они ходят. Все в нефти. Летать не могут. Один еще хоть как-то там перелетел, убегает от собак, а второй вообще. И люди говорят, что их нужно поймать, отвезти в специальный центр. Поймать их не так легко. Они хоть не летают, но они бегают. Я видела, как эта женщина пыталась поймать. Они убегают и очень быстро. Я не знаю, может, это с очком каким-то надо. В общем, такая вот у нас сейчас жизнь. А еще произошел у меня такой инцидент. Вот я пока раскладывалась сегодня. Потом смотрю, а серебряного браслета нет. Был такой серебряный браслет. На столе я выставила продавать. Сегодня надо за аренду контейнера платить. В общем, выставила там кое-что продавать и увели. Кому-то он был нужнее. Я к таким вещам отношусь. Я считаю, что если что-то где-то пропадает, значит, ну, кому-то нужнее. Дай Бог, чтобы на пользу пошло тому, кто взял. Такая у меня жизненная позиция. Надо как-то во всем искать какой-то позитив, хотя нелегко. Одно к одному, одно к одному. Я так радовалась, что Амиран пошел в садик, а он взял и заболел. Тут еще этот браслет. Зато у меня есть грибы. Ладно, друзья, всем хорошего дня. Кто сегодня пойдет на барахолку, хороших вам находок, желаю найти клад или как минимум какой-то шедеврик. Хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья и помните, самое главное, что все войны заканчиваются миром. Отсоединяйтесь, я разговариваю. Спасибо.